МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...и ромесников из Беларуси, краян близкого и далекого замежа. А прошатого, простонники деловых колов наведывают предприемствы, с якими плануют наладить супрационерство, а так само ознайомятся с умовами, которые створены в Беларуси для замежных инвесторов. Разом с бизнесменами свободную экономичную зону Гомеля-Ратон наведал Олег Сентюров. Свободная экономичная зона Гомеля-Ратон существует с 1998 года. Правда, выключена Гомельской, теперь назвать ее уже не льгом. За минулый час ее границы поширались в четыре раза, и сегодня резидент СС находится на территории 11 районной области. Подчас работы выставы бизнеса у Гомеля, первая к находке в свободной экономичной зоне, кажутся на пленарных посяжениях, а так само подчас особистых встреч. У меня была китайская компания, которая тоже проявила интерес к Республике Беларусь, в частности, в свободной экономической зоне нашей. Мы обсуждали вопрос реализации проекта производства пленок. Сгодно с подликами администрации свободной экономичной зоны Гомеля-Ратон в сравнении с иншими предприемствами. Обовязковое отвлечение резидентов меньше амально 40% за кост смешанных податков и инших платежов. Сегодня у СЭС працует капитал 17 краин света, и вероходнее за все. Это дичь бабути, поведись в ЦН. Сегодня у свободной экономичной зоны Гомеля-Ратон зарегистрированы 80 резидентов. Огульная колька працующих 36 тысяч человек. Для сравнения, у не самом маленьком Будо-Кошалевском районе проживает 30 тысяч. Что отлично непосредственно выставить кермашу «Бизнес у Гомеля», то ее экспозиции будут разгорнуты до 24-го Костричника. По слову худенников, некоторые из их уже нашли новых партнеров, некоторые разглядают про по новым. Пензенскую область Российской Федерации у Гомеля представляет одразу 7 предприемств. У Гондлёва промысловой палати этого региона свержают, что вельми затекавлены у поширения супрационистов с белорусскими его творцами. Причем формы могут быть самыми розными. Тут взаимный интерес. Часть предприятий наших реализует свою продукцию в Беларуси и, наоборот, белорусские предприятия поставляют свою продукцию в Пензенскую область. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». На белорусском металлургичном заводе «Ужлобине» проходит международная науково-техническая конференция, на которой обмерковываются перспективы развития литейной вытворчести и металлургии. В ее работе проймают удел специалисты из Беларуси, России, Германии, Швейцары, Китая и инших краин. Подробностей в сюжете наших корреспондентов. На конференцию приехали больше, как 130 делегатов. Это представники замежных компаний, керовники буйных предприемств и научных установ, которые имеют промоя дочинение до металлургии и тяжкой промысловости. Особливые надеи с форумом связывают и деловые партнеры БМЗ. Белорусский металлургический завод – известная для нас компания, сотрудничество с которой ведется много лет, и мы заинтересованы в его продолжении. В настоящее время экономическая ситуация не самая лучшая, но мы надеемся, что сможем найти какие-то решения, чтобы все-таки улучшить качество работы. Пленарное посаджение починается с уручения у знагорода за лепшие инновационные проекты и науково-вытворчие распроцовки. Сярод лауреата у премии Ассоциации летейщиков и металлургов Республики Беларусь, сам белорусский металлургический завод и персонально двое ведущих инженеров. Что отметно, это представницы пригожего пола. Значность ролей техничных инноваций, квалификации кадров и у целом интеграции прогресса у вытворчасть переоценить сегодня немагчима. Еще говорил Менделеев, что наука и производство друг без друга не живут. Естественно, этот тезис не устарел и никогда не устареет, потому что это обоюдный процесс с встречным движением. Если мы будем двигаться в разные стороны, ничего не получится. Мы должны двигаться друг к другу навстречу. Узорный приклад такого руху – сортопрокатный цех номер два, який открылся на БМЗ меньше, как месяц тому. Один из самых масштабных проектов за всю историю предприемства, уже дая первые выники. На днях цех выпустил первые 100 тысяч тонн продукции. Великая ее частка реализуется на внешний рынок. Сердым партеров – Франция, Италия, Чехия, а у сего около 20 краин. Объемы вытворчасти растут с кожным днем. Переваги новых технологий оценили и металлурги. Много инновационных автоматизированных систем, которые упрощают работу, скажем, моему технологическому персоналу. Максимально за все отвечает автоматика. Оператор, технолог, который ведет технологический процесс, просто корректирует, следит за всем процессом. Руслан Пролясковский, Сергей Нігеревич, Игорь Маришченко, телерадиокампания «Гомель», Сажлобина. Протягиваем выпуск. Пять гомельчан после працовного дня не вернулись до дому. Про это свежая статистика за 9 месяцев этого года. Травматизм на вытворчестве для областного центра по-ранейшему застаётся актуальной проблемой. Это вопрос мы несли на парадок дня выездного посажения. Тему обмерковали представники выполненных органов, прокуратуры, инспекции працы, профсоюзных объединений и керовники полсотни предприемства города. За обеспечением належных умов працы оценили на прикладе объекта «Гомель Энерго». То, что нам показывают, очень хорошо подготовлено, чисто аппарадок и условия. Но, к сожалению, произошёл смертельный случай в результате падения с высоты монтёра. Молодой человек, возраст 27 лет, лишился жизни. На протягу двух наступных последних шастных выпадков месяца у створения безопасных умов на этом предприемстве было укладено 3 миллиарды рублей. По целым «Гомель» в этом году надзирается снижение колькости выпадков тяжкого травматизма на вытворчасти. Так, в минулом году их было 34, в этом – в два раза меньше. В Украине проходит республиканская акция Министерства по надзвышайных ситуациях за безопасность разом. На протягу месяца супрацовники МНС будут обследовать супрацпажарный стан домов по всей краине. У рейд по Рыжевскому району отправилась и наша сдымышная группа. Супрацовники областного управления МНС наведывают усе домы, незалежно от того, и знаходятся и они в группе «Рызыки». Особливую увагу надают стану печи у наявности пожарных оповершальников. Как оказалось, и некоторые люди игноруют не только меры пожарной безопасности, а и инстинкт самозахования. Жихарка в Лёске-Жмуровка Рыжевского района специально отключила пожарный оповершальник. Работниками МЧС составляются протоколы, привлекаются к административной ответственности такие граждане, хоть как-то, чтобы их простимулировать для дальнейшего ремонта печного отопления, как-то позаботиться о своей жизни, но не только своей жизни. Они их угрожают не только себе, но и соседям, которые непосредственно рядом с ними проживают. У гэтым годзе по причинах курения и неосторожного обыходжения с печным отоплением загинуло 50 человек, а колькость небезпечных сдареньев без смеротного захода в 5 разов больше. Порушение правил пожарной безопасности сегодня карается штрафом до 30 базовых величин. На гэтые гроши, до речи, можно купить амаль 50 пожарных оповершальников. У нас стоит котел, мы соблюдаем правила безопасности, но приобретем пожарный обязательный извещатель. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Живопис объединяет творческих гомельчан в проекте «Акварельная сессия для пожилых». Его удельники – люди, которые находятся на заслуженном отпашинку. Занятки регулярно наведывают 10 человек, а ли долучиться до их может кожный. Такая акварельная терапия проходит в помешкании Гомельского областного громадского объединения социальной проекты. Этот возраст абсолютно относителен, что здесь мы как-то все равны. Перед акварелью, перед этим детским баловством капает, ляпает, потекло, ай-лю-лю, и все рады за успех, который вдруг возник у человека на бумаге. Такий поспех у дельников группы переутворился в пейзажную выставу. У библиотеки имя Ерцина мастаки проставили 40 акварельных картин. Познайомиться с творшим поглядом людей поваженного возрасту можно до 29-го Кастрышника. Новины регионы, информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Шабукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин